Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я продолжаю описывать сорта перцев, которые я выращивала или буду выращивать в этом году. Ну, в смысле, уже посадила и выращиваю, или которые я уже знаю. Короче, все-все сорта, о которых мне что-то известно, я сейчас вам опишу. А вы выберите, может быть, какой-то для вас подойдет. Потому что многие не знают, какие сорта применить для фарширования, какие сорта применить для салатов. И покупают просто, исходя из картинки, красивый или нет он выглядит. Сильно не знакомятся подробно с сортовыми характеристиками, не подбирают, как я всегда говорила. Нужно немножко ультраскороспелых, нужно немножко ранних, нужно обязательно немножко поздних, вот именно с огромными вот такими перчинами. Нужно 3 или 4 срока созревания обязательно иметь на участке, чтобы был вот этот конвейер перцев, чтобы был для всех случаев жизни. Мы в прошлый раз закончили, дошли до сибирского урожая. Вот сибирский урожай, это такой же перец, как новосибирский номер 4, я вам рассказывала. Он вас не поразит ни огромной перчиной, ни красотой там куста, что вот какой-то необычный. Это обычный перец для практических людей, который нужно именно, ну как, в массовой, например, для леча, для всяких там фаршировок. Вот номер 7 сибирский урожай. Среднеспелый, высокоурожайный сорт, высота растения 75 см, плоды ярко-красные, мясистые, 160 граммов. Толщина стенок 6 мм, ценится за высокую урожайность при любых погодных условиях. Идеальный сорт для салатов и заготовок, вот про что я и говорила. Толщина стенки всего 6 мм, есть и толще, есть 10. Вес 160 грамм, есть тоже больше, и 200, и 300, и 400. Вот это самый такой стандартный средний сорт-среднячок, который вас выручит при любых погодных условиях. Ему не нужно слишком большого срока для формирования огромного куста, для формирования огромных перчинок. Средний вес, средняя высота куста, очень много будет перчинок. Он вас выручит, можно делать и салаты, можно делать и заготовки, и фаршировать. Удобная у него такая форма. Так, номер 8. Сибирский князь. Тоже, примерно из этой же серии, вот 100 граммовки они, 78 см. Великолепный раннеспелый сорт для открытого грунта плёночных укрытий. Растение полураскидистое, 78 см. Плод пониклый, конусовидный, глянцевый, тёмно-красный. Очень сладкий, ароматный, универсального назначения. Повторю, всё то же самое, что говорила о сибирском урожае. Сибирский урожай, сибирский князь, они очень похожи. 100 грамм перчина, конусовидная красная, классический вариант. Можно фаршировать, можно делать лечо. Вот эти вот красноплодные, они все идут на эти заготовки, они очень яркие и красивые. Номер 9. Уральский толстостенный. Это немножко другой. У него масса 200 грамм и больше. Они такие, такие как уже тяжёлые, мясистые. Написано, очень крупные плоды. Среднеспелый сорт для открытого грунта плёночных теплиц. Высота растения 80 см. Плоды ярко-красные, удлинённо-конусовидные, гофрированные, длиной 16 см. Толщина стенок 8 мм. Ценится за высокую урожайность, длительность хранения, назначение универсальное. Вот этот вот плод, уральский толстостенный, вам, конечно, жалко будет отдавать на лечо строгать или на заготовки. Он такой толстостенный, 8 мм. Он сочный, огромный, тяжёлый. Конечно, он больше для салатов. Вы его предпочтёте скушать в свежем виде. Ну, а, конечно, там что останется, потом уже пойдёт на заготовки. Но обычно вот такой плод, когда берёшь, рука не поднимается его куда-то на варку, на жарку, именно вот в салаты. Салатовый такой сорт, сочный, очень, очень продуктивный, красивый, урожайный, очень хороший. Хоть новинка он, я его уже выращивала. В прошлом году у меня есть про него видеообзор, есть фото. Можете посмотреть, очень хороший сорт. Номер 10. Перец атлант. Я его в этом году не сеяла, но я вам всё равно расскажу. Сорт раннеспелый, полувысокоурожайные плоды удлинённой кубовидной формы, 18-20 см, диаметр большой 14 см, в технической спелости зелёный, в биологической красный. Мякоть очень ароматная, толщина 10 мм. Ну, это вот перец-гигант, который будет толстостенный, салатовый, он, видите, длина 20 см, толщина стенок 10 мм. Это очень большой, вот под вид таких, как вот Патриция, Гладиатор, вот из той же оперы, только те будут, те жёлтые, а этот будет красный. Номер 11. Перец кубышка. Этот перец нынче у меня есть, я потом вам его покажу, могу показать. Новый раннеспелый сорт. Растение высокое, метр-метр 10, плоды цилиндрической формы, глянцевые, красные, 200-250 см, толщина стенки до 10 см. Ну, это сорт опять такой же, вот, который сильно крупный, ну, такой толстостенный, крупноплодный кубышка. Конечно, его консервировать, его, ой, фаршировать его удобно, но его фаршировать, я вот всегда жалею такие плоды, которые очень сочные, которые вот такие толстостенные, 200-250 грамм. Там их всего входит 3 перчины в кастрюльку, если в такая стандартная. Конечно, это салатовый сорт. Можно, ну, его можно, конечно, и фаршировать, можно его и налечь, но для салатов он идеальный. Вот эти с толщиной стенок 10 мм, они сок с них брыщет, они вот такие вкусные. Нужно успевать летом их кушать. А на заготовки пойдут те, которые вот маленькие, 100 граммовки, я всегда так делаю, я вот крупные и сочные мы едим сами, ну, летом я имею в виду. А вот те, которых много, на заморозку, на лечо, на все остальное. Ну, конечно, лечо с таких сортов с кубышки тоже очень хорошее, они вот эти вот стеночки мясистые, они такие толстые. Ну, представьте, 1 см толщина стенки, это очень толстая, и очень много там сока, очень много вот этих всех витамин, очень хороший сорт. Номер 12, первенец Сибири. Этот сорт я посадила в этом году первый раз, но он у меня растет очень хорошо, уже поспел в теплице, но не весь, а нижние плоды уже поспели. Великолепный ранеспелый сорт селекции западносибирской овощной и опытной станции для открытого грудного, временных пленочных укрытий. Период, короче, 80-12 дней, растение штамбовое, 55 см, он у меня 80-90 вырос в теплице. Образует конусовидные глянцевые плоды в массе 90 граммов, толщина стенки 7 мм, окраска сначала желтоватая, а потом красная. Вкусовые качества отлично используются для потребления в свежем виде, отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, высокой товарностью плодов. Ну вот это снова такой сорт, который, все плоды стандартные, 90 грамм, они небольшие, такие аккуратненькие, которые можно хоть сейчас пойти, сорвать, зафаршировать. Вот некоторые уже поспели, можно употребить в салат, но толщина стенки не самая большая, есть и больше. Плод такой, ну средний, средний плод, средний сорт. Сорт, вот мне понравился тем, что ранно поспел, именно раннеспелый, и вероятно, раз он сибирский сорт, он вероятно выносливый, раз написано, что здесь для открытого грунта. У меня нынче он растет в теплице, я потом вам его покажу. Но вот на первый взгляд мне сорт очень понравился, он новинка. Вот то самое воловье ухо номер 13. Перец воловье ухо, среднеспелый сорт для открытого грунта пленочных теплиц, растение высотой 70 сантиметров, плоды универсального назначения, ребристые, удлиненно-коносовидные, красные, массой 200 грамм, толщина стенки 8 миллиметров, долго сохраняют товарный вид. Вот про них я и говорила, что они такие же, как богатыри, вот 200 грамм перчины, это очень большая, хорошая, тяжелая, 8 миллиметров толщина стенки, сочная, какой он вкусный, все прям, начинаешь резать, С него прям сок течет, но для фаршировки вы его не сможете, наверное, употребить. Он приплюснутый, вот он как сначала жопка такая круглая, как обычно, как у богатыря, а потом в конце вторая половина, она как сжатая. Вот воловье ухо называется в виде ушка, так что для фаршировки он не применяется, но мы его используем всегда для салатов, он очень сочный, очень вкусный. Конечно, его друг в друга, как вот конусовидный, для заморозки не затолкаешь, пирамидку с него не построишь, для этого он не подходит. Для салатов, для салатов леча делать, очень вкусный, хороший, мне он очень нравится, такой красивый, декоративный. В прошлом году тоже есть видеообзор, есть фото, в этом году еще нет же у меня, только август начался, первая декада закончилась, нет у меня такого количества спелых плодов, чтобы посмотреть вот эту декоративность всю воловьего уха. Но в прошлом году он был во всей красе, весь увешан вот этими красными ушами сорт. Номер 14, Винни-Пух. Ой, что это? Винни-Пух. Винни-Пух я нынче уже показывала, какой куст. Могу показать сейчас, какой перчик. У меня старая осталась. Вот такой перчик Винни-Пух. Это вот самый-самый ранний карликовый сорт. Обыкновенные перчинки. Скороспелый сорт. Куст высотой 20-30 см. Плоды ярко-красные. Конусовидные массой 50-70 грамм. Букетное расположение плодов гарантирует хороший урожай даже при загущенной посадке. Подходит для выращивания в зимне-осеннем обороте. То есть, его можно посадить, вырастить на балконе, на кашпо, в кашпо, на подоконнике, в горшочке. Вот он такой аккуратненький, 20-30 см. Несмотря на то, что у него такой рост небольшой, высота 20-30 см. У него вес 50-70 грамм. У него вес такой же, как у предыдущих я описывала. Вот первенец Сибири 90 грамм. Потом сибирский князь, сибирский урожай. Вот сибирский князь тоже до 100 граммов. У них перчины по весу почти одинаковые. Что у винни-пуха, что вот у тех сортов, которые высокорослые, здоровые. Просто он маленький, у него компактные, они все вот так вот на макушечке. Кому интересно посмотреть, как он выглядит, есть видеообзор уже нынешний, я его показываю. Правда, он еще не спелый, но все равно плодов, этих плодов уже перчинок много. И видно, какой он продуктивный. Там уже по 5-6 полноценных перчин, которые можно уже кушать. Потом перец Винти 15. Это вот начались все ранние скороспелые сорта. Винти где-то тоже было у меня. А, вот. Винти тоже очень красивый. За прошлый год я, есть видеообзор, я показывала, делала много фото. Очень яркий декоративный сорт. Один из самых ранних сортов с дружным созреванием плодов. Растение раскидистое, высотой 45-55 сантиметров. Плоды удлиненно-куносовидные, массой до 100 граммов. Красный, толстостенный, нежная кожица, великолепный вкус и аромат. Делает сорт идеальным для употребления в свежем виде, замораживания, консервирования. Вот этот сорт, да, его можно фаршировать. Он у него конус такой, не как у воловья уха, не сплюснутый, полый внутри. 100 граммовые, они очень красивые и в технической зрелости, когда еще недоспелые. Вот как их называют, или цвет слоновой кости, или там светло-салатовый. Ну, какие-то почти белые вот такие перчинки, очень декоративные. Потом вырастает, когда созревает, он ярко-ярко-красный, блестящий, глянцевый, очень вкусный. И ранний сорт, многие его уже у меня брали семена, посадили, и уже в это время все его кушают. Так что смотрите видеообзоры, если вам понравится, если даже не обязательно у меня заказывать семена, вы можете в магазине поискать или поспрашивать. Вот это идеальный сорт для раннего употребления, для получения ранних урожаев. Он созревает даже в открытом грунте. У кого даже нет теплицы, он у вас может вызреть и на улице. Так, сейчас последний опишу сорт. Калифорнийское чудо. Ну, тут два калифорнийских чуда, желтое и красное. Красное калифорнийское чудо у меня есть нынче, в прошлом году тоже было. Есть и фото, и есть видеообзор сорта на канале YouTube. Очень популярный, среднеспелый, среднеранний крупноплодный сорт. Но это действительно уже классика. Калифорнийское чудо все знают. Растение компактное, высотой 30-40 см. У меня было оно выше, сантиметров 60 в теплице. Плоды кубовидные, ярко-красные, 150-250 грамм. Толстостенные, 8 мм. Очень сладкий, ароматный. Рекомендован для потребления в сежем виде, приготовления зимних заготовок. Конечно, это очень хороший сорт. Он толстая стенка, он очень сочный. Но 250 грамм это большой для перца. Если смотреть, сравнивать, что предыдущие. Вот сибирский урожай, сибирский князь. Там 90-100 грамм, 250 грамм. Это в 2-3 раза больше, он даже вырастает и больше. Он тяжелый, он сочный. Именно для ароматов, ой, для салатов. Ароматные, сладкие. В свежем виде все вы их съедите. Если особенно вы вытерпите и до зрелости, до полной, когда они ярко-красные. Вот какой вкус, понюхаешь. Но действительно, они как яблоки. Приобретают такой аромат, когда полностью вызрюет. Такой сок, очень вкусный. Ну, это классика, все его знают. Я уже даже и про него расхваливать не буду. Что про него говорить, его все любят. Многие высаживают, выращивают. Ну, и калифорнийское чудо-желтое. Ничем не отличается, только цветом. Такие же вкусные, ароматные. 8 миллиметров стенка. Прекрасно подходят и для салатов, и для всех заготовок. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Мы дошли вот до Геракла. В следующий раз начну с него. Смотрите видеообзор и знакомьтесь с сортами перцев. Именно от подбора сортов перца зависит наш урожай. И нужно высаживать перцы. Перед тем, как высаживать, например, сеять какие-то сорта, вы подумайте, что вы хотите от перца получить. Или вам нужно больше на заготовки, и на лечи, и на всякие заморозки. Тогда вам проще больше посадить вот таких сортов с маленькими, с небольшими плодами, со стандартными. Они больше дадут вам урожая, быстрее поспеют. Если вы вот этих заготовок не делаете, то вам лучше, конечно, больше садить вот таких вот салатовых, с толстыми стенками, с мясистыми, с огромными плодами. Они намного вкуснее, естественно, чем те, которые тонкостенные. Их ждать хоть немного подольше, но зато вы получите большее от них удовольствие при употреблении. Ясно, что они и сочнее, и вкуснее, и ароматнее. Но их ждать долго. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это наши перцы. Краткое-краткое описание каждого сухого.